Здравствуйте, дорогие друзья! Надо потише орать. А у меня веселье-веселье же. Мы не играем с тобой в командах мирового уровня. Наши гастроли немного выглядят не так, как часто представляют. Выглядят гастроли. Рок-звезд! Раньше, конечно, рок-н-ролл-угар был. Вот сейчас нет. Я уже устал от этого. Я играл брейки всегда и везде, где надо, где не надо. Что хотел спросить-то? Ты все-таки парень тяжелый. Не, боюсь. А это вырезать придется. Сегодня я опоздал на час. Так, где мой гонорар? Маленький совет от двух взрослых мужиков. Выпускайте и не думайте. И слот, и кому-то, кого-то записываю. Понятно. Пока. А, ну давай. Куда я? В Америку три раза. А, да, я читал же точно. Надо хотел спросить. Так, давай поговорим про... Ну, 170, наверное, могу. Нормально я тоже. Может, кто-то хочет менять? Давай еще раз. Что-то хочешь сказать еще? У меня есть теория, типа, про Дэна Маринкина и Саню Карпухину. Ну, все это бред несут. Это, скорее всего, бред. Или вы все-таки приличные. Только я один пошляк, вонючий извращенец. Саня, ты не прогрессируешь. Ты был крутым, а остался крутым. Стабильность – признак успеха. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Василий Руденко. Мы находимся на YouTube-канале Мусторг. И мое шоу называется Драм-шоу. Вау. Оригинально. Сегодня у нас в гостях Василий Горшков. Привет, тезка. Привет, привет. Привет, привет. Тоже Василий, это очень круто и удобно. Не надо запоминать имя. Мы идем. Мы спать на 3-4. В днем за днем. Майку 4-5. Дознаем. Икор на буксире. Мы идем. Ты играешь на барабанах в группе «Слот». Да. Я тебя знаю как барабанщика группы «Слот». А ты можешь рассказать всем остальным, в каких проектах ты еще участвуешь? Есть еще два проекта. Это сайт-проект нашего вокалиста группы «Слот» Кэша. Называется он «Модем». И мы с ним в этом проекте играем совместно раньше того времени, как я пришел в «Слот». Соответственно, сайт проекта, те песни он пишет, которые не прошли в «Слот», грубо говоря. Это какое-то его личное творчество. Вот. Я им помогаю. Собственно, мы вместе с ним творим. Еще есть один проект, называется «Роман Рейн». Это старый готический исполнитель, который сейчас немного переформатировался. Мы такую более жесткую музыку играем. И я там выступаю тоже в качестве саунд-продюсера, аранжировки делаю и авторство какой-то музыки тоже есть. Если интересно будет, послушайте. Роман Рейн. Если бы не заблокировали все стриминг-сервисы, ты бы получал роялти. Возможно, да. Не, ну, кстати, роялти получаем. А как? А не знаю, как-то у нас. Как-то наш издатель. В России все вот как-то работает, но не работает. Ну да. Понятно. Давай поговорим. Ну, как обычно, мы начинаем всегда с начала творческого пути. Вот это все. Почему барабаны? Я читал, ты еще аранжировками занимаешься? Ну, да, много всего. На каких-то инструментах. Ну, давай сначала немножко. Сначала. Ну, это где-то началось тоже в школьные времена. Вот. Группа Queen первая была, которая меня впечатлила. Вот. Роджер Тейлор, барабанщик. У меня отец, дядька, фанаты вообще группы Queen. И вот они меня с детства познакомили с этой группой. После этого как бы у меня какая-то тяга к музыке пошла. Вот. Потом группа Nirvana появилась. Вот. Мы с ребятами там с друзьями со школы слушали, ходили. И решили тогда еще, наверное, было лет 11-12. Типа давайте сделаем группу, будем как Nirvana. Типа ты будешь там на гитаре, ты петь. А я буду на барабанах, потому что меня они очень нравились. Эффектно всегда это все выглядело. Ну, с того времени как бы все это началось. Потом музыкальная школа была. Не закончил я ее. Потом была рок-гимназия Сергея Задор. Это такая частная рок-школа. Там я занимался. Потом частные какие-то преподаватели. Вот. И в какой-то момент я поступил в Московский областной колледж искусств. Преподом у меня был Иван Нович Абалиани. О, это крутой чувак. Да, вот. И я вот у него отучился 4 года. Он же сейчас, я не знаю, в Гнесинке до сих пор? Он много где. Он в Маймониде вроде было, в Гнесинке, да. Ну, это да, известный человек в нашем мире. Да, да. Отличный преподаватель, очень хороший человек. И вот я ему очень благодарен. Как ты пришел там к аранжировкам, ко всяким таким делишкам? Ну, это, наверное, пошло в году 2005. У меня был еще проект, где я пел. То есть отдельный сайт-проект. И там приходилось музыку самим делать, сводить все это дело. То есть я столкнулся как раз и с записью, и со всеми этими делами. И вот, наверное, с года 2005 я плотно занимаюсь аранжировкой, сведением, мастерингом. Круто. Это домашняя студия. Нас с тобой будет потереть. Да. Я купил себе все микрофоны и ничего не умею с ними делать. Ну, подскажу. Ну, давай тогда вот с этой точки зрения взглянем немножко на наше ремесло. Потому что такая важная штука, когда ты себя записываешь, да? И особенно, ну, я аранжировкой не занимаюсь, но ты, может, видел, я тоже там пою иногда, бывает. Да, да, да. Вот на фоно играю, как бы. И когда ты это все записываешь и пытаешься, ну, как-то собрать какой-то минимальный там условно оранж, ты начинаешь мыслить уже не как барабанщик. Да, совершенно по-другому. Потому что барабанщик у нас, ну, как… Сейчас, наверное, да, конечно, мы уже такие возрастные условные, взрослые музыканты, да? Но поначалу ты такой, так, я хочу играть брейк везде. Но у меня, кстати, не было такого. Не было? У меня как-то сразу такое мышление было, наверное, аранжировочное. Где-то не было. Да, что… Я играл брейки всегда и везде, где надо, где не надо. Когда ты начинаешь на это смотреть с другой стороны, все-таки, типа, начинаешь спокойнее как-то… Да, намного спокойнее. …ощущать себя в группе, потому что надо давать играть другим людям, петь и так далее. Потому что барабанщик – это, как бы, аккомпаниатор. Как тебе помогает, вообще, собственно, твое умение, ну, аранжировки делать? Сведение записывать, мастер. Да, в игре уже на барабанах, я имею в виду. Потому что я могу анализировать, допустим, все наши релизы, какие-то лайвы, концертники, я занимаюсь сведением. То есть я каждый концерт себя анализирую, пытаясь понять, где я что не так сыграл, где-то можно было по-другому. На звукоизвлечение обращаю внимание. Там, допустим, когда я в слот только пришел, мы, помню, записали концертный альбом, который я сводил. Это был 2016 год. Следующий после него концертный альбом я сводил. Я уже понял какой-то свой опыт в плане звукоизвлечения, что мне мешало, допустим, сводить, по звуку сделать, как-то по-другому. То есть на следующем релизе я уже эти ошибки исправил, играл по-другому, звукоизвлечение другое было. Какие это были ошибки? Ошибки? Стабильность должна быть. В ударах? Да, в ударах. Должна быть стабильность какая-то. Римшот тот же. Обязательно нужен. В рок-музыке он, конечно, необходим. Ну, то есть раз через раз было, а потом ты исправил. Да, я понимаю, о чем ты. Тоже все это проходили. Так, давай поговорим про группу Акадо. Ты в ней тоже участвовал. Я какое-то количество времени, несколько лет я играл со Славиком, у которого кличка Корн, фамилия забываю. Я тоже не помню. У него есть своя студия. Мы с ним играли в инвективе. Потом я знаю, что типа он в Акадо какое-то там участие принимал, что-то, я так понимаю, на студии писались. Ну, расскажи про этот проект, потому что я помню, что он довольно плотно так зашел вроде. Ну, про Акадо, да. И какие-то клепцы даже прям классные были. Ну, на то время особенно вообще чума типа. И все такие думали, сейчас все взорвет и что-то куда-то все ждусь. Да, есть такой момент. Ну, в Акадо я пришел в 2007 году, насколько помню. Слава тогда еще не играл. Там был другой состав. Там Дима Юга играл на гитаре. Я его тоже знаю. А, ну да. Я тоже с ним играл. Да, мы тогда сняли клип на 2007-2008 год. Это такой прорыв был. Нам его снимал Женя Прист, который и группе Слот снимал один из первых клипов «Мертвые звезды», насколько я помню. Стрельнули после клипа. Все круто было. Начали гастролировать. Но потом в какой-то момент все это сдуваться началось. Не знаю по какой причине. Наверное, по причине какого-то идеализма вокалиста. Он хотел сделать по максимуму круто. И он не видел предела. Профессионизм. Излишне он тоже мешает. Да. И он хотел все круче, круче, круче. Но это привело к тому, что это наоборот все сдулось. Да, я понимаю, о чем-то есть такая штука в музыке. Я думаю, у тебя она знакома, особенно если ты сам делаешь еще аранжировки. Когда надо уже выпустить и отпустить. Да. А не копаться бесконечно. Можно всегда сыграть ровнее, можно всегда сыграть лучше. Но это пройдет еще 30 лет. Конечно, конечно. Надо выпустить и отпустить. И все. Делать новое. Маленький совет от двух взрослых мужиков. Выпускайте и не думайте. Дальше надо писать новый материал. Продолжайте двигаться вперед. Расскажи про, наверное, инфлюенсеров своих. Типа, ты все-таки парень тяжелый. Играешь тяжелую музыку. Соответственно, на ком рос. На ком рос. Кто сейчас вдохновляет. И может быть, как в моем случае, мы уже обсудили с тобой. Совсем тяжелую музыку уже редко слушаем. Да. Но при этом все равно ты вырос. И это в тебе. Эта энергетика. Я понял, что во мне она навсегда останется. Ну конечно. Сколько я не пытался быть плюс-минус джазовым парнем. Это не моя телега. Кто сейчас вдохновляет. И как поддерживаешь интерес к барабанам, к музыке. Ну, первый, кто меня вдохновлял. Я уже упоминал группу Queen и Nirvan. Это Дэйв Гроул и Роджер Тейлор. Извини, что переубиваю. Возможно, поэтому ты еще и поешь что-то. Наверное, да. Потому что мне кажется, это круто, когда ты совмещаешь в себе эти две истории. Потому что просто барабанщиков, как миллион человек. А даже в Штатах поющих по пальцам пересчитать. Тейлор Хоукинс. Спи мирный брат. А сейчас меня кто вдохновлял. Был период, когда я учился в колледже джазовом, соответственно. Бодди Рич. Я тогда вдохновлялся очень сильно. Потому что мне нравилось всегда, что у него была очень сильная подача. И харизма. Казалось бы, этот джаз, харизма, подача. Это прям меня очень покорило все это дело. Сейчас я из барабанщиков Эрик Мур. Мне очень интересно. Я прям от него кайфую. И вот у него тоже такой, я заметил, рост был. Сколько-то лет назад он в одном плане играл. Сейчас у него какие-то ошибки он, видимо, исправил. Стал более стабильный. Да. Я называю так, он был крутым, а сейчас очень крутой. Вот он меня сейчас очень сильно вдохновляет. Я много смотрел. Ну, конечно, я смотрю до сих пор. Но сейчас немножко типа подотпустило. Потому что я прям 10 лет смотрел. А, ты прям вообще, да? Ну, типа, с самого начала я узнал, как это так получилось. И да, он крутой, конечно, парень. А, собственно, вокалом ты отдельно занимался как-то? Или ты просто самоучка? Просто поешь? Да, просто. То есть ни гаммы не парился никогда? Я вообще ничего не парился, да. Пишешь, слушаешь. Ну, да. Ну, как я. Я больше не то, что вокалист. Скорее, как вот студийный, может быть, какие-то бэки записать, еще что-то. Вот мы со слот когда делаем что-то, я какие-то там бэки иногда записываю. И гроулом иногда всяческим там, скримом. Ну, да. Я больше тоже свою роль так вижу, потому что, ну, прям полностью петь и играть сложно, во-первых. Это надо быть Филом Коллинзом, наверное, каким-то. Вот. А вот бэч, да, это прикольная тема, потому что даже у тебя группа из трех человек. Ну, я думаю, ты понимаешь, из чего меня типа. Вы начинаете более плотно звучать, потому что один вокалист это один вокалист, а когда у тебя пачка, сразу круто. Круто. Там та же самая Нирвана, там, не знаю, Эллисон Чейнс посмотреть. Чума. Вообще чуваки там раскладывают. Будь здоров вообще. Ну и Куин, понятно. Куин, да. Там Роджер Тейлор эти ноты такие, выдавал там высокие. Выше, чем Эркурий, наверное. Да, да, да. На концертах. Давай поговорим про гастроли. Мы не играем с тобой в командах мирового уровня. И наши гастроли немного выглядят не так, как часто представляют выглядит гастроли. Рок-звезд. Такие автобусы крутые, там все спят или нюхают кокаин, не знаю. Вот. Ну вот часто это бывает либо самолет, либо поезда, да. Либо автобусы такие обычные. Обычные бусики, да. Обычные сидения. Вот. И это всегда геморрой. Вот ты знаешь, сегодня я опоздал на час, потому что я приехал тоже с гастролей. И с 5-ти часовой разницей в этом во времени, не выспавшись, все проспал нафиг. Хочу тебя спросить, как вообще твоя жизнь проходит на гастролях, потому что, например, смена часовых поясов, вечно не выспавшись, алкоголь, не алкоголь, либо все на трезвяке, на спортике. Ну, в последнее время алкоголя стало меньше, конечно, потому что я понимаю, что это все-таки тяжело и он мешает очень сильно. Тогда,abilite замкнуем. Раньше, конечно, рок-н-ролл у гор был, сейчас нет, я уже устал от этого, понимаю, что это мешает очень сильно. Угу, да, согласен ты. И потом ты не можешь выспаться вообще ни, выспаться не можешь. И сп automated скoming real Burnathon у кожи спыспалась. Разминка, разминаешься перед концептом? Нет, не развинаюсь почему-то. Кffiti выnen наши begin Women To come with twice auto. Баб perspective. что я могу сыграть эти программы чем не помешает мне всяких зажимов там не будет привык занимаешься много до сих пор не редко 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 сейчас больше на чем сосредоточен но он студийной работе на свое творчество именно студии работали кому новый слот и слот и кому-то кого-то записывал так давай поговорим про госстроли в америку да было делал и соответственно возможно посещал танки места знаком с местными музыкантами это всегда всем интересно не кстати тоже до сих пор хотя уже много с кем общался кто был штатах про уровень штатах про подход вот например если ты помнишь группа луна гонял туда всегда в штатах вот ты придешь там все стоит короче вот все вот ты просто сел и играешь а чуваки просто сами сами свой аппарат таскают всегда сами его ставят на всех фестивалях вообще ездят полностью со своим ставом включая бошки там ламповые барабаны и ну типа реалии таковы что типа у нас на самом деле удобнее и проще у нас удобнее да вот и вот расскажи собственно про свой свой опыт как-то там был что-то там делал собственно штатах три раза я был первые там два раза я ездил для по обмену грубо говоря там для русской общины мы выступали с группами не грубо говоря неизвестными heavy metal играли вот а третий раз я ездил в 2008 году с группой анж так называемый олигарх металл я помню да была группа пилигрим где карпухин саша раньше были как анж они раньше появились с ними я год наверно работал тогда еще в группе анж был басист никита симонов который слот потом играл до меня вот и олег и зодов гитарист до весна все его знают вот и мы гоняли помню сколько мы там 35 дней гастроли были мы были суппорт группы ингви мальпстина известного гитариста но тоже да с собой бошки барабаны полностью бэк-лайн у нас тачка была с бэк-лайном сами все выгружали но работа местных там в клубах техников конечно отличается от наших техников в лучшую сторону лучше да люди работают прям отрабатываются каждую копейку очень крутой подход очень все круто быстро качественно вот я тогда очень сильно удивился у вас концерты были как каждый или с дэй оффом какие-то дэй офф и были но практически там каждый сложный день через мае да нормально но молодой впечатлением еще даты в америке находишься как-то про усталость про это все сдали такой типу числе новая эйфория такая конечно самое на разогреве играть сложно все даже публика как принимал очень хорошо принимала данное удивление очень хорошо это удивился но были какие-то конечно города нью-йорк тот же если взять я помню даже на мальмстину смотрели так что-то играет то есть они настолько уже присыщены до присыщившиеся что ему же не особо это интересно там клубов но конечно даже джазовой истории там как минимум я два клуба знаю которую ты можешь прийти в понедельник там стив смит будет играть за 200 долларов ну да да все таки ну стив смит привыкший тут при стив смита не за пол москвы какие-то моменты что что-то прикольное может быть происходило как типа у луна например аппарат спирали конечно же с ним у нас приключений особо не было были просто я помню что какие-то длиннющие переезды там по несколько тысяч километров там сутки могли прям ехать на бусиках прям вы только на бусах путешествовали да только у нас было два буса вот мы музыканты ехали с аппаратом вот и второй бус там же наш лидер с менеджментом чего не распались так что случилось в кризис случился это же бизнес был аж 2008 тогда как раз там долбанул этот кризис и все понятно а кто из русских барабанщиков тебя вдохновляет мы сейчас например про сашку говорили карпухин карпухин меня очень вдохновляет когда его видел первый разом чего вообще так можно было играть мы сани карпухином познакомились вообще начале двухтысячных там 2002 мне кажется он уже тогда играл так же да 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 в группе мастер саня ты не прогрессируешь ты был крутым остался стабильность признак успеха да да занимаешься спортом каким-то потому что у меня есть теория типа про дэна маринкина и саня карпухина мы все это бред несут это скорее всего бред что типа они боксера же боксерский удар холостовой вот это помогает как-то не знаю занимался когда я в школьные времена конечно занимался там и самбо и рукопашкой сейчас не спортом не занимаюсь как-то мне и так хватает барабанного спорта потому что постоянно нагрузка такая на гастролях на кардане же дубасишь правильно ну так немного да не прям что ну 170 наверное нормально тоже я просто стал на кардане опять заниматься так у нас есть пара смешных вопросов короче которые я всегда всем задаю они одинаковые главное отвечать не думаю сколько нужно барабанщиков чтобы заменить лампочку один если высокий продолжу фразу россия водка медведи матрешка кто обычно самый тупой в группе это от группы зависит в твоей все нормальные все тупые кто победит если команда slayer будет играть против команды леди гаги в регби или футбол но слэр старички мне кажется они вывезут а у леди гаги мне кажется помоложе музыканта а дэйф ломбардо вернулся или нет я не знаю он же все сяду теннесс сейчас играл да да эрик мур ушел и туда пришел дэйф ломбардо какой подарок ты бы подарил девушке если бы она была барабанщиц метроном возможно ли заниматься сексом под метроном да ты пробовал нет правда ли что обтягивающие джинсы позволяют играть быстрее на кардане мне кажется нет что будет если чак норрис будет играть бас бит бас бит будет жесткий не знаю сломает малый барабан томас лэн сказал драмс был бы спасибо что пришел спасибо что позвали супер интервью спасибо прок металл дискотека дискотека авария плохая группа не слушайте и